Дорогой Иисус, благодарим Тебя, славим Тебя, спасибо Тебе за это время молитвы, Господи, спасибо за Слово Твое, за пищу Твою, Господи, которую мы принимаем, внимаем, Господи, для нашего духовного желудка, Иисус, и возвращаем Тебя обратно с благодарением в сердцах наших, с прославлением, Господи, мы славим, прославляем Тебя, просим именно в Твоих мыслях, Господи, в Твоих путях. Слава Тебе, Иисус, благослови это небольшое занятие, Иисус, благодарим Тебя за таких мудрых мужей, как пастор Лав, пастор Шайлер, пастор Джейсон Мур, по занятиям, которые мы проходим, это занятие, послание к евреям, Иисус, слава Тебе, благодарим Тебя, благослови, во имя Твои Иисус, мы молимся и просим, аминь. Аминь. Итак, мы начинаем с вами четвертое занятие, и еще раз хочу повторить, это занятие по занятиям пастора Шайлера, пастора Лава, пастора Джейсона Мура, и сегодня мы начинаем с вами, евреям, вторую главу. Итак, давайте откроем с вами вторую главу, и сегодня, я так думаю, мы пройдем с первого по четвертой стихи. Итак, евреям, вторая глава, с первой по четвертой стихи. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев, отоликом спасения, которое бы сначала проповедовано Господом в нас утвердилось, слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Итак, начнем с вами с первого стиха. И здесь говорится о внимательности. «Посему мы должны быть особенно внимательными». И слово первое «посему» является связующим, и оно соединяет нас с мыслями первой главы. И здесь говорится, нам необходимо быть внимательными к чему? К тому, что мы слышим. Слышим мы, чтобы не отпасть. Итак, это здравое заключение. Здравое заключение. И здесь мы проходим в контексте изучения чего? Иисус, первая глава, выше чего? Выше ангела. Вот в этом учении. Это здравое заключение, которое говорит нам быть внимательным тому, что является важным. Какие это учения, которые мы с вами рассматриваем? Христос, очень важное. Христос, первое, воскрес из мертвых. И это у нас внимательное отношение к слышному. Если мы посмотрим с вами на этот мир, то в целом, как часто он уделяет к этому внимание? То есть, Христос воскрес, выражение. Как вы думаете? Христос воскрес. Насколько мир внимателен к этим словам? Один раз в году. Да, я это хотел с вами сказать. Мир настолько внимателен. Но это настолько удивительное чудо, что Иисус Христос воскрес. И оно возымело удивительное, внимательное отношение в нашей жизни. Бог пришел в этот мир через Христа. Мы внимательны к этой истине. Бог разговаривает с нами через Библию. То есть, почему мы внимательны в этой истине. Я думаю, ему лучше туда. Бог разговаривает с нами в этой истине. Почему? Потому что люди сегодня как пытаются, каким образом найти общение с Богом, разговоры с Богом. Мы можем сказать с вами, что это происходит абстрактным, эмоциональным способом. Например, Бог сказал мне это. Бог сказал то. Но Бог разговаривает с нами как через Библию. Бог для чего пришел? И это очень важная мысль. Бог заплатил за наши грехи. Ведь как часто сегодня люди пытаются найти взаимоотношение с Богом, которое сокрывается в чем, что человек сам пытается отплатить за свои грехи и отплатить за его все падения. Нет. Важная истина. Бог заплатил за наши грехи. И мы... Следующее. Мы крещены в его тело. Это очень важный момент. У нас есть собрание святых. У нас есть тело Иисуса Христа, где глава Иисус Христос. А мы что? Мы его тело. А мы его тело, мы его члены. И мы дары, которые служат к чему? К созиданию тела Иисуса Христа. У нас есть такое удивительное спокойствие и покой. У нас нету относительности. Относительность о чем говорит? Относительность говорит о сравнении. У нас нету сравнения, как происходит в этом мире. Почему? Потому что мы все совершенны в Господе Иисусе Христе. И каждый дар, он служит не к тому, чтобы человек выделял себя или соревновался, или сравнивал себя. И в этом сравнении или относительности человек что чувствовал? Незащищенность. Нет, мы защищены, мы крещены в его тело, крещением Духа Святого. Которым мы, что сделаны? Запечатлены. И как мы с вами говорили, который напоминает и всегда указывает нам, нас на Иисуса Христа. И так же мы посажены на небесах. Это удивительная истина. Мы уже посажены на небесах. И Иосяна вторая глава. Хотя мы еще здесь, но позиционно мы уже посажены на небесах. Я уверен, что, наверное, кто-то вам говорил, когда вы с кем-нибудь разговаривали, и с друзьями вашими, или с теми, кто давно знает вас, наверное, вам говорили, что вы не из мира сего. Говорили? Да, почему? Потому что это истина. Вы посажены на небесах. А какая аудитория посланий к евреям второй главы? Это верующие в Иисуса Христа в Иерусалиме. Какая у них была основная характеристика? Что они из себя представляли? Это люди были незрелыми, ленивыми, беззаботными. То есть это все человек, ветхий Адам. Это все естественный человек, который есть в каждом из нас. И поэтому у нас есть нужда переходить не то, чтобы улучшать этого незрелого, ленивого и, как мы с вами сказали, беззаботного человека. Исправлять его. А что нам нужно делать? Переходить в другого, в нового человека. Это еще одно освобождение для нас истины Иисуса Христа. Нам не нужно исправлять этого ленивого, беззаботного и незрелого человека. А нам нужно переходить в того, кем мы уже являемся. Галатом 2 глава 2. Как здорово! Какое удивительное послание Иисуса Христа. Мир пытается изменить себя. Мир пытается сделать себя совершенным. Мир пытается сделать себя трудолюбивым. Есть народы, которые особенно выделяются этим. Нет. У Иисуса Христа другое послание. Послание о Нового Завета. И это послание Иисуса Христа. А Христос живет в нас. И мы уже новое творение в Иисусе Христе. Но когда человек пребывает в этом ветхом человеке, уже верующий христианин. И это, опять же, у христианина не должна быть эта тождественность. Не должно быть такое заключение, что и такой. Но вот некоторые его характеристики. Беззаботность. Также жизнь в естественном представлении. То есть, это жизнь по представлению тому, которое было в него посажено в течение многих лет. Но на это есть другой ответ. Как мы с вами сказали. Галатам 2 глава 20 стих. Мы новое творение. Далее, физическая пища для христианина в отступничестве становится важнее. А Иисус Христос что сказал? Матфея 4 глава 4 стих. Не хлебом единым будет же человек, но всяким. А Словом Божьим. То есть, Слово Божье, оно дает нам удивительную пищу и путь, и жизнь в Иисусе Христе. Отсюда исходит от пищи, как мы с вами сказали, что? Пути. То есть, у христианина в своих путях, в отступничестве, что? Свои также пути. Но Бог, извините, сказал, но Иисус Христос также Бог. Иисайя 55 глава 8 стих. О чем говорит? Мои пути, не ваши пути. Он направляет нас на свои пути. И это делает Он удивительной благодатью. Удивительной своей истиной. Матфея 23 глава 23 стих. Там говорится о людях, которые оставили важнейшее. Давайте откроем с вами. Это удивительный стих. И так здорово будет поразмышлять над ним. Матфея 23, 23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятые аниса и тмины и оставили важнейшее в законе. То есть, они, соблюдая закон, оставили важнейшее. И это важнейшее мы видим выражено в трех словах. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Какой мы суд видим в Иисусе Христе? Он живет. Да, это Бог произвел суд через Иисуса Христа. Поэтому от этого суда здесь также говорится о чем? О прощении, о милости Господа. То есть, когда мы внимательны, как мы прочитали в первом стихе, к тому, что Бог совершил через Иисуса Христа, через суд в Иисусе Христе, Бог приводит нас к внимательности к чему? Второе слово – это к милости Иисуса Христа, к прощению Иисуса Христа. Ни в коем случае не к закону, который осуждает нас, а к прощению Иисуса Христа и веру в Иисусе Христе. Вера евреям, 12 глава, 2 стих. Во-первых, это дар для каждого верующего в Иисуса Христа. И также вера дает нам удивительную благодать, что Бог дает нам благодать применять этот дар в поприще Господа Иисуса Христа в это время. Сие надлежало делать и того не оставлять. Итак, мы не оставляем крест Иисуса Христа, не наш собственный крест, а Его крест, то, что Он совершил. Откуда мы извлекаем милость прощения и снабженные милостью, словом милости и словом благодати, наполненные этой пищей, Господь предоставляет нам благодать чего? благодать, хождение по этому удивительному поприщу в Господе Иисусе Христе. И мы внимательны к этому обеспечением и силой Бога нашего Иисуса Христа. Далее мы не оставляем сия. Итак, интересно здесь было сказано апастрам Шалям. Для этих книжников и фарисеев, образно говоря, для них было важно пить, чтобы не загрязниться, отфильтрованный чай. Не загрязняться ли они нефильтрованным чаем, чем оставлять крест Иисуса Христа, милость Его и веру. Но для нас мы внимательны к Богу, который направляет нас к Иисусу Христу, к Его милости и к вере. На что похожа наша внимательность? То есть на что это похоже, когда, как мы с вами прочитали в Матфея 23, главе 23 стихе, на что это может похоже? Это чрезмерная озабоченность чьим-то поведением, которое для нас кажется неправильным. Это тоже, когда я делаю сравнение, когда я слишком акцентирую свой взгляд на определенной личности, на определенные его характеристики. Нет. Господь сказал, оставь это. Почему? Потому что в каждом из нас теперь Иисус Христос, смотри на другого в Иисусе Христе. Далее. Это является основной нуждой для каждого человека. Это сам Господь Иисус Христос. Мы поглощены им. Далее. Отпасть. Давайте перейдем к следующему слову. Итак, первое слово, евреям, вторая глава, это быть внимательными. Второе. Для чего? Чтобы не отпасть. Евреям, вторая глава. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, тому, что слышим, чтобы не отпасть. И интересно, часто Пастер Шаллер приводит этот пример, эту иллюстрацию в пример, и в этот раз он тоже привел эту иллюстрацию, как, например, отпасть похоже на ту картину, как легко спадает кольцо с пальца человека. То есть, особенно это можно заметить у дам, которые прошли время беременности, и у них сначала палец набух, да, взбух, а затем он обтекает, и затем он худеет, или становится луже, и легко потерять это кольцо. И таким образом, если мы невнимательны, это такая картина, то важные вещи, которые мы с вами перечислили, они легко отпадают. И если мы не осторожны в этом отношении, то также очень легко, таким же образом, как мы видим в этой картине, легко отпадает от нас жизнь Иисуса Христа. Что именно, как мы с вами говорили, отчасти перед молитвенным временем, это учение Иисуса Христа отпадает. Если пропадает учение Иисуса Христа, человек склонен к чему? Сразу, если у него нет учения, и у него от этого незащищенность, он сразу, мне нужно что-то сделать. Мне нужно что-то сделать. То есть он склонен сразу к законничеству. У него незащищенность. И таким образом, если нет учения, нет пищи, пищи о чем мы с вами сказали? О суде, о кресте Иисуса Христа, то нету и чего? Нету жизни Иисуса Христа. Если мы не приняли эту пищу Иисуса Христа, которая бы дала жизнь каждой клетке нашего организма, духовная пища, которая дала бы жизнь в нашей внутреннему человеку, то от этого также что отпадет? Отпадет Евангелие Иисуса Христа. Человек будет сконцентрирован на самом себе, и будет поглощен самим собою. Итак, это очень важная цепочка и принцип, который мы с вами видим. Интересно. Прежде чем мы перейдем ко второму стиху, возьмем также мысли пастора Джейсона. Интересно, он привел что значит не отпасть. Это следующая картина. Такая картина. Он представил это в виде... Представьте себе лодку. Отпасть это значит понемножку отходить под давлением чего-то. и вот лодка находится у причала на берегу. Если нету якоря или не закреплен, или лодка не закреплена, то она что будет делать под давлением ветра или волн? Она... Отплывать. Отплывать. Вот это и есть значение слова отпадать. Она... В такой теме дрейф называется. Да, да, да. Это и есть это слово дрейф. То есть отходить, отпадать. Сейчас, одну секунду. Так, одну секунду. Итак. Ладно. Итак. Что могут представлять из себя эти волны или некоторые силы? Какие это могут быть силы? Первое, это определенная культура, в которой мы живем. Да, оно будет всяческим образом оттеснять нас от якоря, кем является Господь Иисус Христос. Это также мысли наши собственные, как мы с вами сказали, и также проекции сатаны. Они будут оттеснять нас, если мы будем принимать их. Мысль, мнение людей, для вас это мнение людей могут повлиять на вас, что это может также стать результатом постепенного отпадения. например, культура, например, как это может звучать. Этот мир может дипломатичным образом влиять на нас, так же, как он повлиял, так же, как сатана повлиял на Еву. Когда он преподнес ей этот плод, он сказал, что вы будете как боги, и он представил свою картину. И она, конечно же, съела этот плод. И таким образом мы видим, чем дальше, чем больше мы принимаем эти волны, эти мысли от сатаны, тем дальше и дальше мы находимся от истины и от якоря Иисуса Христа. Это будет происходить вне зависимости, что я буду делать уже в лодке. Вы понимаете? Итак, лодка не на якоре, давление начинается. Я могу кое-что делать сам в своей жизни в этой лодке, но лодка уже находится под дрейфом. И не важно, что я делаю в лодке. Если я перестаю слушать истину, я буду дрейфовать, как Сергей сказал, в лодке, в другом мышлении. У меня будет свое мышление, и я буду плыть против течения, или буду все больше отдаляться от истинного мышления Иисуса Христа. Проекции все дальше и дальше отталкивают меня, это дрейфование будет продолжаться. И в этом контексте, где говорится о сравнении Иисуса Христа с ангелами, происходит то же самое. Если Иисуса Христа почитать за ангела, то это все больше и больше отход в сторону от истины. Но Иисус Христос выше ангелов. С другой стороны, давайте посмотрим следующее, с другой стороны, если я имею общение с истиной, то значит, я буду глубже проникать в истину. Псалом 35.10 Если я хожу во свете, то Бог даст еще больше света. Что значит отпасть? Еще одно значение, которое он приводит, это означает подождите «отпасть» это означает забыть, забыть или забывчивость то, что произошло с блудным сыном. То есть он знал отца, но он забыл что? Он знал, что у него есть отец, но он забыл какой у него отец. Это началось с чего? Что он перестал слышать, он перестал быть внимательным, потому что он не слышал больше отца, он знал, что у него есть отец, но он забыл, что у него отец милости, благодати и прощения. И это препятствовало ему, чтобы возвратиться к нему. И далее что приводит также к этому когда мы отпадаем и здесь пастор Джейсон дает ободрение не позволяйте ничему вмешиваться между вами истинной и оттолкнуть вас от истины. Пастор потухла. Потухла? Ничего. сейчас. Хорошо. Далее. Итак, забывчивость об истине. Далее. Различные отвлечения. Это переполнение различными эмоциями. Чем характерен наш сегодняшний мир? Чем характерен наш сегодняшний мир? Завлекалочками. Завлекалочками. Развлечениями. Сегодня люди считают удовлетворением жизни это переполнением различных эмоций. Чтобы мне было хорошо. Но в этом нету никакой сущности. Нету никакой сущности Иисуса Христа. И также еще метод отпадения замещение истины тем, что мы знали раньше. То есть опыт предыдущий опыт естественного человека ставится выше истины Иисуса Христа. Обычно это происходит, когда человек переживает какое-нибудь разочарование или кризис. И в этом ему в особенности нужно быть внимательным к слышанию Божьему. Далее Так Здесь мы рассмотрим с вами следующее Третья страница Да, что вы вопросы какие? Да, тем, что мы знали раньше. Итак, я могу повторить. Отпадение происходит из-за забывчивости, различные отвлечения в виде развлечений и когда я в ветхом Адаме в естественном человеке Третья пытаюсь снова возвратиться к опыту своему и замещая этому Иисусу, потому что для ветхого человека это что? Это более защищенно. И в этот момент, конечно же, человек находится в ветхом Адаме. Далее, итак, теперь перейдем ко второму стиху. Второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Итак, что мы видим здесь? Это время, когда ангелы возвещали закон Божий. И за непослушание было серьезное что? воздаяние. Было серьезное наказание. Это наказание иногда выражалось побиванием камнями. Отсюда мы видим, как фарисеи, увидев некоторое непослушание закону, как, например, в Иоанна 8 главе, они тут же схватились за камни, чтобы наказать эту женщину. третий стих. Но как мы можем... Третий стих. То, как мы избежим, вознеродев, отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. И теперь мы поговорим вот о чем. Итак, мы видим здесь, как мы можем избежать этого воздаяния, и это иллюстрация, как нам избежать осуждения. Ну, представьте себе человека в комнате, который чувствует осуждение, и как ему это избежать. И опять мы приходим к следующему. Слово вознеродев, как вы понимаете? Слово вознеродев. Относиться несерьезно, пренебрежительно, пренебрежительно, правильно, Светлана. А относиться несерьезно или пренебрежительно? Об этом также говорил пастор Джейсон Мор, и также интересно, где мы видим это пренебрежительное отношение в Библии еще. Если мы посмотрим с вами Матфея, 13 главу 4 стих, то там какую картину мы с вами видим? осеятели, Влада знает Евангелие от Матфея наизусть. Да, осеятели, да, слава Богу. Итак, мы видим с вами здесь 4 вида почвы, и увидим с вами пренебрежение в определенных областях. Итак, первое это Матфея 13 глава 4 стих, когда семя упало при дороге, налетели птицы и поклевали. И там далее Иисус Христос дает объяснение этому отрывку, что это человек, который слышит радостью, принимает, но не имея корня, не постоянен. А, нет, подождите, это нет разумения и следовательно мышление. То есть пренебрежение в мышлении и в мышлении Божьем. Я вас запутал, да? Ну давайте откроем. Итак, первое мы видим в объяснении Иисуса Христа, что это пренебрежение в мышлении. Об этом мы видим в Библии сказано в первом псалме. Блажен человек, который помышляет над законом Божьим. Как человеку мы с вами сказали выйти из этого состояния осуждения, не пренебрегать мышлением. Второе, иное упало на места каменистые. Давайте я открою еще раз, я написал себе на бумаге, но давайте лучше я открою Библию, чтобы было Матфея 13-е гола. Матфея 13-е 4-й стих. Иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была не глубоко. и дальше он дает объяснение, что это человек, который слышит с радостью, принимает, но не имеет корня и непостоянен. Итак, здесь мы видим с вами пренебрежение в чем? В постоянстве Иисуса Христа. Мы с вами можем смотреть на себя и думать я непостоянен. Мы с вами видим, что и апостол Павел так о себе говорит. Но где ключ к этому постоянству? Ключ постоянства в новом Адаме в Иисусе Христе, к которому нам нужно просто переходить. Каждый из нас Господи Иисусе Христе всегда постоянен. И здесь мы видим простую цепочку, в которой пребывает наш новый Адам. Постоянство размышления в Слове Божьем. Мы не пренебрегаем этим. Мы не говорим, что мы уже все знаем. Я размышлял об этом раньше. Нет. Это для нас пища. Следующее. Не пренебрегаем постоянством в Иисусе Христе. Далее третье. Иное упало в тернии и выросло тернии и заглушило его. И заглушило его, извините. Это человек, который слышит слова, но заботы века отвлекают его. И мы видим с вами здесь следующее пренебрежение в концентрации и сосредоточенности в Иисусе Христе. Как мы с вами знаем, что наивысшая форма поклонения это концентрация в Слове Божьем. То есть мы не пренебрегаем сосредоточенностью и концентрацию в Господе Иисусе Христе. И последнее это добрая почва. И это все конечно же плоды самого Иисуса Христа в Духе Святом. Где Он размышляет внутри нас. Мы вместе с Ним мы возвращаем Ему мысли. Мы постоянны в Иисусе Христе не сами, но в Нем. И мы сконцентрированы в Иисусе Христе. Так же как и Мария сидела у ног Иисуса Христа и была сконцентрирована. Как мы с вами сказали для людей этого мира это кажется пренебрежительным и они действительно этим пренебрегают. Как мир сегодня характерен различным вспышком и развлечением. Но вот это именно является ключом к тому чтобы избежать этого отпада или отплыва от истины Иисуса Христа и дрейфования и дрейфования в своих собственных путях мыслях и где человек все дальше и дальше отплывает от Иисуса Христа. Далее хорошо на сегодня все уже время давайте помолимся благодарим тебя Иисус Христос славим тебя Господи спасибо тебе за то что в тебе Господи в Иисусе Христе в новом Адаме мы так рады Господи не пренебрегать размышлением о тебе размышлением о пище твоей не пренебрегать о постоянстве концентрации в тебе Иисус Христос и тогда мы увидим это удивительное растение Господи в Иисусе Христе Иисус слава тебе благодарим тебя и последнее давайте я просто заключение сделать такое ободряющее в итоге когда человек принимает это удивительное в Иисусе Христе в его способности когда это семя наконец произрастает из этой доброй почвы что произрастает растение дерево и так далее если мы возьмем с вами то где еще по всей этой галактике которые разных галактик различных планетах где еще растет то или иное дерево или трава или растение если это вам о чем-нибудь говорит что нету 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 больше жизни нигде а теперь давайте здорово а теперь давайте переведем это в картину в Иисусе Христе так же как нету больше жизни на других планетах как кроме на земле так же нету больше жизни нигде кроме как в Иисусе Нету жизни больше нигде, как кроме в Иисусе Христе. Этот мир может говорить, вот здесь жизнь, вот здесь жизнь, жизнь в развлечении, жизнь в эмоциях, жизнь еще. Но так же, как нету жизни в других планетах, а только здесь, так же нету жизни нигде, кроме как в Иисусе Христе. И Господь Иисус Христос говорит, будь благословен, чтобы продолжать размышлять, размышлять постоянно, концентрированно принимать эту пищу и наслаждаться этими удивительными плодами в Господе Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Благодаримся, Господи. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Христос. Во имя Твоего Иисуса мы благодарим Тебя. Аминь. Благодарим.